Здарова, здарова, чат. Сегодня у нас Detroit Become Human. Не знаю, насколько долгий будет стрим. Не знаю, насколько мне понравится игра. Посмотрим, пощупаем. Надеюсь на прохождение, конечно. Поехала, получается. Detroit Become Human. Я видела что-то по этой игре. Видела, что там игра про выборы, про ветки. Немножечко прохождение видела, но не знаю основных твистов сюжета. Не знаю основной сюжет. И ничего себе особо не спойлерила. Знаю немножечко героев и всё. Поэтому прошу, без особых спойлеров. Кардинальных, знаете. Но с выбором можете помогать, знаете, чтобы коллективно обсуждать, что в данной ситуации могло бы быть. Accept. Здорово, блин. Бля, це шо? Це шо таке? Ну ладно, сидим-сидим дальше. Сейчас игра создаёт конвейеры шейдеров для обеспечения наилучшего визуального восприятия. Это может занять некоторое время, зависящее от вашего оборудования и его конфигурации. Не выходите из завершения этого процесса. А почему все нормальные игры скачиваются и устанавливаются до их запуска, и их запуск сразу переносит тебя в главное меню, и ты можешь начать играть? Почему эта игра решила при запуске качать мне, блядь, шейдеры? Почему нельзя это сделать заранее? Здравствуйте, и добро пожаловать в Детройт. Я андроид и буду вашим гидом. Для начала, давайте мы с вами настроим некоторые параметры. Давай. Скарлетт Йоханссон будет моим гидом, чат. 6 августа 2038 года. Аниме, которое похоже на Детройт? Android RK 8 0 0. 61, 62, 63 этаж. Хера ты, фокусник. Моссовик-затейник. 70 этаж. А что такая старая монетка 1994 года? Отличная игра. Переговорщик прибыл. Я переговорщик. Для перемещения. Тут нужно ходить, а я думала это будет кино. Типа бесконечного лета. Ё-майо. Ё-майо, какая игра. Пойдем. Ну ладно. Присесть на колени. Взаимодействуйте с помощью мышки. Умоляю вас, спасите мою девочку. Я краба не потрогала. Здравствуйте. Стойте. Вы посылаете андроида? Ну все, мы идемте. Что вы, что вы делаете? Это, это же не настоящий человек. Ладно, не буду пулить, не за что. Так же мой ребенок! Ребенок. Дайте на краба посмотреть. А что он не приседает? Это что, сморг? А, вниз! Зажать вниз, я понял. Ля-ли-ус. Выберите вариант. Оставить, спасти. А, чего, блядь? Вбок. И вниз. Нихеру себе тут геймплей. Здесь. Игра эволюционирует. Поговорить с капитаном. Будет это капитан? Что так близко? У меня фого не хватает немножечко. Яичко. Капитан Аль. Мое имя Кон. Андроид. Прислали из Киберлай. И по звуку как? Громко вам? Или потише? Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Офигеть. Снайперы бы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Там чей-то ребенок. Имя Девианта. Имя Девианта? Вам известно имя? Да без понятия. Это важно. Мне нужна информация, чтобы выбрать подход. Поведение, эмоциональный шок. Поведение? Эти машины ранее уже случались сбои. А, это машина? Сейчас главное спасти ребенка. Машина вышла из строя. Захватила ребенка. Либо ты берешься с этой стороны машиной. Либо разберусь я. Но я же тоже машина. Каждая секунда на счету. Вероятность успеха 48%. Че, блядь? Разобраться с произошедшим. Спасите заложницу любой ценой. Блядь. Сотрудник полиции первым прибыл на вызов. Улики. Че это, блядь? Погибший. Рост 177. Весь 177. Фига мы андроиды. Пулевое ранение. Калибр 3.5. Пять. Кровотечение. Пороховой след. Только один выстрел. Реконструировать. Используйте клавиши AD, чтобы пересмотреть данные реконструкции. Какой-то киберпанк. Такое же в киберпанке было. Значит. Идет он такой, идет. А, он бежал за ним. Он бежал. Он бежал за ним такой. Оп, он разворачивается. Оп такой. Че это? Полицейский выстрелил в девианта. Промахнувсь. Заложница стала свидетелем перестрелки. И... Че? Пистолет упал. Оружие найдено. А че, я буду брать оружие нафиг? Киберпанк отсюда стянул? Неплохие механики, конечно. Дотянуться. Нет. Эть, блин. Нормально, нормально. Я как в реальной жизни, блин, дотягиваюсь. Обработка данных. Взять и положить обратно. Боймем. Наверное. Блин. А, там, по-моему, была заметка, что андроин там запрещено носить оружие. О! Охренеть! Прикройте, я его поднял. Блин, вы че? У нас раненый, нужна реабилация. Там кипит вообще у вас. О. Страшно. Так, чего мы ждем? Пристрелить его и все. Он же прямо на ушке. Нельзя. Пр hawk на прохождение, спасибо. серийный номер android ранен свежая голубая модель девианта поел пошел может интересно ложница обнаружено она же ребенок уже человеческий детеныш мое имя коннот скажи мне свое как тебя зовут я не смотрела тело как черт я тоже android как и ты и я тебя понимаю да у меня пистолет бросать и смотри я без резких движений вот я его бросил слушай ты ведь не виноват эмоции которые тебя охватили это просто ошибка программы нет я не виноваты успеха повышается я этого не хотел я любил понимаешь но для них я был никем лишь бы исправно выполнял свои функции выхода нет даниэль это серьезное преступление вопрос лишь в том отнимешь ли ты еще одну жизнь мне тебе решать сейчас я тут главный если умру я умрет она ты слышишь мужик не надо пожалуйста как ты эмо спасите меня я не хочу умирать не хочу нет никто не умрет не бойся скоро все будет хорошо он и убьет да как же меня бесит этот звук прикажи им чтобы вертолет убрался все ситуация под контролем вот я выполнил твое желание так так ты должен мне довериться отпусти ребенка и я обещаю тебе что все будет хорошо так мужик я хочу чтобы все ушли какая сложная игра и автомобиль отъеду от города отпущу ее хорошо это невозможно да не отпусти ребенка и я обещаю тебя пощадят так 74 я не хочу умирать не умрешь не умрешь ты не умрешь мы просто поговорим ничего тебе не сделают я даю слово ладно я поверю ты солгал мне конор ты солгал мне ну сорян мужик ты ребенка блин чуть не убил а что я в рунишка я думала что можно его это ну выживет но в тену сядет далеко и надолго например или просто выключат его почему нет ну объективно здесь нет типа андроид не андроид если бы человек стоял с ребенком на крыше у его головы с пистолетом у его головы то же самое вы делали 94 процента людей проходящих эту игру отозвали вертолет ни хера себе 5 ноября 38 год киберлайф 94 начало интригуще но мне не никогда не нравились игр с выбором на сегодня самое лучшее в разделе это жестким таким разветвленным каким-нибудь условным как типа в виде макет рейтинг нормально еще а вот тут будет прям такая жесткость когда вообще история полностью меняет вау а че меня разбудили то и спал бы дальше себя вот она ну конечно задали вы нам работу машина была просто в хлам чат что говорите с ней стряслось щас я Кэра мое имя Кэра Кэра 5 ноября 38 год не из склада умная жутка угорит все сиан злопамятное так это еще няня просто игра спасибо спасибо за пожелание здорово мужик ты кто добавился до магазина краски бели бели краски бели нажмите следующую клавишу для использования ж с нифига gps прям в мозгах неплохо и и воздаяние психологии нас развращают психологии это зло позомнили себя богом создавая машины но мы вовсе не боги мы не больше чем прах кто глаза таращишь демон я знаю кто ты насквозь тебя вижу да это ты сосуд самого дьявола да ты тот самый кто разрушит детройт создали андроидов по своему подобию понятно может уехала демонюга проклятым фига это что это краски типа краски идентификация успешно до школы работал фига в дошкольном возрасте заказ номер восемь четыре семь с вас шестьдесят три доллара подтвердите платеж фига у них там samsung pay синхронизирован транзакция выполнена не советую шесть рабочие места я только четыре далеко собрался жестянка да ладно глядите вот к нам и жестянка пожаловала что хочешь посмотри на этого говнюка работу увел а пальцем тронь посыпался что ты тоже что каш а че им не нравится это что типа андроиды рабочие места отбирают или что что я встать не могу бля я алкаш ты отсюда не уйдешь мы тебя сейчас порвем как грелку отволили давай все упали хватит разошлись ты у нас узнаешь что к чему ой чел иди стримы заведи не знаю вредите будете платить штраф мужик кто в тридцать восьмом году вообще работать будет когда заберут и твою работу посмотрим как запоешь ладно работать бездарим стримерами все пошли уже а андроиды градут нашу работу все неважно нормально меня мистер полисман защитил а я могу опять нарваться на них а кто бы с другой стороне никогда не поздно научиться почему-нибудь здесь от нервов чат вам наверное видно если бы губу пропустила не жесть мы приехали в какую-то неблагополучную семью походу примерно в такую в которую я чуть Васю не отдала зачем тупо на нервяках да ты идешь хрусть а это этот мужик он забрал меня домой боже как же сложно быть андроидом что ты будешь со мной делать пьяного каши щеку чуть не пропустил тебя не было две недели так что в доме срач на тебе уборка готовка стирка глажкой все по части что по ее куда опять подевалась мерзавка алиса алиса а вот ты где это алиса тоже на тебе искупать уроки вся херня ну да ясно да чат вы бы завели себя над руль начинай тут потом второй этаж я бы наверное нет я как то и сама справляюсь собрать мусор собрать посуду включить пылесос осмотреть за ним да бля я в жизни этим занимаюсь что меня еще и в игре заставляют убирать что рофлите что ли между прочим он получается отец-одиночка да и вот если он там что то вот стирал гладил то не так уж и плохо справляется получается ну чуть грязновато дома было ну подумаю сложно одному что и так сабы душат я скажу лучше я думала включить смайл мод но поняла что випы душат и знаете я задумалась а может быть если випы душат не стоит им быть випами да что за звуки он там издает что это вообще красный лед красный лед ацетон литий тириум талуол наркота это стирка это стирка мужик простите тот не лезь в мои личные дела если не хочешь разозлить хочешь разозлить нет тот в трусы тебе засунь тогда никто туда никогда в жизни не залезет дебил сам засунул в порошок потом иди стирай гений там еще было что-то включить что он делает что он делает я понял не лезь говорит в мои дела при мне и при ребенке занимается этим а я нашла то чем он занимается и он такой типа не лезь душный пофиг что он любит таблитосы содержите не пин антидепрессант пистолет он нарик на антидепрессантах офигенно вижу ты любишь читать а шо ж еще делать то так что то я уже два раза открываю окна что-то мне подсказывает что меня учат для чего-то открывать окна что-то мне подсказывает дружелюбно мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки может еще подружимся а да а где твоя мама когда она придет ты притихла ты ведь меня не боишься расскажи мне о себе во что играешь где гуляешь что ты любишь есть близость плюс мне это важно ремонта аааа когда я отходила спасибо походу батя ей дал люлей чтобы он не общался с ней а то он ее сломал наверное ключ шкатулочка шо у вас там шо у вас там клевер а готовая партия андроидов и компании спонсируют разработку игр про андроидов что постепенно подготовить фига блин и предсказывают будущее да ё-моё у кого-то двинули походу ее злой батя в спортивном костюме злой батя бьет андроида злой батя сломал андроида злой батя сломал андроида ну как бы починили же чего делаешь я играю играешь я все вижу думаешь папка мерзавец а неудачник сидит на жопе работу не ищет а ты что думаешь я не пытался что бы я ни делал какая нибудь сволочь все мне портит клиника да я же все понимаю прям по глазам ты меня ненавидишь ты меня ненавидишь говори ненавидишь жесть мужик господи что я делаю вообще не знаю прости зайка прости у меня уже зада из-за инфекционов наркоту я вообще не знаю ты же знаешь я тебя люблю ты это знаешь ну да, 96% завершено чат Это что, прохождение на 100%? Прям как чат. Так вот, чат, вы какие. Понимаю, понимаю. Сначала хвалите, а потом бьёте меня обидными подколами. Вот вы, чат, вот вы какие. Вы как бухой батя под антидепрессантами. Здорово, я краски принёс. А я что, доставщик? Получается, у нас есть какой-то полицейский аналитик. У нас есть уборщица, и это, походу, доставщик. Открыть? Нахера. Ну ладно. Подкекаем. Птича жопа. Ааааа! Ё-моё. Боже, у них даже птицы ненастоящие. Капец. Захренаем клеткой, если они заводные и не могут убежать. А, нет, я не заставщик. Я разделся. Я разделся. Логично было бы предположить, что тряпезер не настолько разделся. Жираф! Чё? Зачем вам дома жираф? Боже, капец, тут сколько шкур и животных каких-то. За шо? Издевательство. Офигеть, я очень надеюсь, что это всё искусственное. Попробовать. Пробую. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Хераси, это окна? Ё-моё. В стеклянной коробке, блин. Прикинь, их мыть. Там нужен робот-окномойщик. Какой робот-пылесос? Такой же робот, который будет ползать на стоп по окнам и мыть. Вот оттирать. А это походу человек не может ходить, что ли? Олени. Неизвестно, чем они занимаются. Доброе утро. Да, вижу коляску. Есть клип, за который я до сих пор немного втильт. А чё там ничего обидного? Вообще ещё обидно. Десять утра. Погода облачная. Двенадцать градусов. Фига он в татуках. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Дай лекарство, Карл. Которое вы заказали. О, я и забыл. Вот в чём состоит разница между мной и тобой, Маркус. Хихик про очаг. Ты ничего не забываешь. Чат, вот вы бы хихикнули с фразой «Держит свой очаг в чистоте». Я вот хихикнула. Что вы там обидную? Так, лекарство. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Так я сиделка. Спасибо. Я сиделка. Сиделка, борщица, полицейский. И... Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй, а что с твоей одеждой? Всё в порядке. Просто демонстранты на улице. А что с ней я не вижу? Что за столовая? Грязненькая стала. Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов. Надеюсь, тебя не повредили? О, нет-нет. Просто пару раз толкнули. А куда мы едем? Покушать? Покушать. Покушать. Прости, дед. Бля. Дед, что-то у тебя... Б-ш... Дед! Ладно, Пок. Я проголодался. Завтрак уже готов. А, мне сюда и надо было. Я думала, мне на кухне надо было. На здоровье. Найди, чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, король. Это, типа, не стой над душой, да? Ты мой, я думаю. И что мне делать? Найди себе занятия. Я, блин, ведроид. Откуда я знаю, чем заниматься? Дайте мне команду. Пойду играть на пианине. Там еще можно занятия найти? А можно всем позаниматься. Веланхолия, надежда, откровенность и загадка. Откровенность. Сейчас что-нибудь откровенное сыграем. Что-то откровенное. Пробил? Продолжение следует... Блин, я не знаю такт. Какой тут метроном? Типа... Можно сыграть четенько прям? Что ты послушаешь, дядь? Якуши. Манера твоей игры изменилась. Иногда ты бываешь человечнее многих людей. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя. Офигеть. Самому делать выбор. Офигеть. Реши, кто ты. Кем хочешь стать. Хочешь стать космонавтом. Те, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Блин. Дед, какая же у тебя пипец. Неудобное управление этой коляской хреново. Извиняюсь. Ухо нарисовал и справился. Шикарная работа. То, что хочу. На пух. Красиво. Блядь, я бы не скликнула. Извините, извините. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти. А я, как могу, цепляюсь за своей кистью. Я не хотела быть токсиком. Да. Я лучше нарисую. Обосрал его работу. Сейчас лучше нарисую. Это ухо. Найти предмет для рисования. Так, непосильная задача, конечно. Стол крошу. Это идеальная копия. Реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить. Показать ее своими глазами. Четыре раза. Профессионал. Кайл, я не смогу. Этого нет в моей программе. Давай, попытайся. Холст перед тобой. Офигеть он это? Революционер на деде. На деду. Чего? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Чего? Боже мой. Чего? Чего красиво. Ты кто? Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да, да, все нормально. Какой-то дерганный. Под коксом, нибудь. Мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет. Нет, не в этом дело, честно. Не лги, мне Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги и все. Извини. Нет. Мой ответ нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, ну да, конечно знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? О, ты какой обидел. Вот скажи мне, чем он лучше меня? Опа-па-па-па-па-па-па. Он мне? Он послушный, не то что я. Па, дай денег, па. Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он гребаный робот. Я твой сын, дай денег, па. Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил. Я не знаю логику, почему люди скатываются в наркоманию. Вроде как говорят, даже из хороших благополучных семей. Просто они с теми связались. Не знаю насчет проблем в отношениях с семьей. Ща мы получим инфу. Стримка меня в фрилитете. Я бы отказался. Слышу нотки сарказма. Не могу приблизить души. Переходи в атаку, Оля. А ты почему не написал? Терпеливо, твердо, тактично. Тактично. Блин, ну из нас получается клевые напарники, походу. Комедии про полицейских. Один токсик, а второй супер правильный. И будем хихикать с них. Вот именно. Следует на этом Андексоном. Имя жертвы Карлос Ортиз. Есть судимость за гражу и разборное нападение. А, нет, нет, нет. Это не дом Карлос Ортиз. Фу, да, хватит лизать вещей, Коннор, блядь. О, господи, ты что творишь-то, а? Анализирую кровь. Я могу сделать все тесты на месте. Простите, стоило предупредить. А можно было у них это сделать как-то по-другому? Они через рот, типа, куда-нибудь там заслуха засунули. Ясно. Так. Значит, мужик лежит. Девиант взял нож. Ё-моё, он его там лупил. Не, на Девианта нападали эмоциональное потрясение. Ясно. Они ни в чем никогда не виноваты. На них всегда нападают. И только поэтому они убивают. В отличие от того мужика, который девочку чуть не грохнул на крыше. Бам. 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 Хрусь. Ляп. Вот так вот все было, чат. Компульсивный почерк. Фига тут какой-то был этот. Религиозное подношение. Ну, я вряд ли этим андроид занимался, конечно. Изучить. А, он не кровь. А, кровь написал? Фрифт киберлайфсенс. Фига. Иииииу. Ииииу. Иииииу. Сосок. В последнее время течения 28 кола Тахаран скончался более 19 дней назад Он реально тут пролежал больше двух недель Так, у нас тут хоррор Хотели хоррор стрим получать? Жертву ударили ножом Двигались из кухни Ну получается Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-ляп Чик-чик-чик-чик-чик-чик-ляп Чик-чик-чик-чик-чик-чик Вот так вот все и было Лейтенант Думаю я понял что произошло Да ну Валяй, выкладывай Все началось? На кухне На кухне А блин ли в ванной? А может быть в ванной? Следы борьбы очевидны Надо понять, что именно произошло Жертва напала на андроида Взбитой Да, улики это подтверждают Потому что я ошиблась Хреновый из меня детектив Андроид бросил стул Чик-чик ударил его ножом Андроид ударил жертву ножом То есть ты мне хочешь сказать Что андроид оборонялся Ладно, что потом Не, не, человек побежал В гостиную В гостиную Фига у нас дектор На коноре Он пытался убежать от андроида В целом похоже Андроид убил жертву Ножом Нашел Ладно Твоя версия не такая вот бредовая Но только куда потом делся андроид? Убежал Он был поврежден битой И стал терять тириум Что-что терять? Тириум Он же голубая кровь Это жидкость для питания биокомпонентов За несколько часов она испаряется Не оставляя видимых следов Но ты-то их все равно видишь, да? Верно Нифига Искать следы голубой крови Поехали О Непон Он что там разрядился? Убежал Стоять Стоять Адагиншин стрел Ааа Фига Я думал Это гроза Глаза Красный Скоро Наверное тоже Я просто защищался Хорошо Верю Он хотел меня убить Понимаю Пожалуйста Убегай Не говори Беги Конор Чего ты там мутишь наверху? Беги Мужик Лейтенант Он здесь Баля Охренеть Крис Бен А ну-ка Дуйди сюда Конор Ну ты че? Живей 5 ноября 2038 Года Опять Дом Алисы Тот Подаю еду Включить свет Будем включать А я не ем Обслужить Алису Тот Вот ведь жизнь Потерял работу Из-за роботов И что я сделал Когда некому Стало вести хозяйство Пошел И робота Сраного Купил Оборжаться Конечно Андроиды Ведь Такие Удобные Они не устают Винить в этом надо Они херней Не страдают Всю жизнь Мне испортно Ждать дальнейших указаний Сейчас он мне укажет Блять Я больше чем уверена На мое место Идеальные Ну что смотришь Че вылупилась Спрашиваю Мне нравится Жить с папкой А? Папка А ты думаешь Мне просто Ты думаешь Мне нравится Жить В этой Гребаной Дыре И я виноват Что мать твоя Свалила А она не умела Ты должен Слезть Наркотиков Тот Иногда Ты меня Привопугаешь Тот Удрала Не сказав Ни слова Тварь А чуть дочку Не прихватила Ах ты Сука Блоч Бодиблоч Блоч Я сказал Пойдя калисе Стоять здесь Чтоб не рыпалась Мне А то Ломлю по сильнее Чем в тот раз Не двигаться Не двигаться Я скузала Блин Прошел в жопу Че это? Ломаем Третью стену Ломаем Третью стену Или четвертую стену Защитите Алису Утихомирить Тодда Защитить Конечно Блин Девочку Пошел В жопу Утихомиривать О, козел И утихомиривай Не утихомиривай Блин Каждый день Одно и то же Наркомат Проклятый Пошли Пошли Пойдем со мной Блин Страшный чат Пошли 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 Нерзавка Все из-за нее Все из-за этой мелкой дряни Алиса Давай Давай Вылезай По-хорошему Повеши 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 Я все куты, я просру. Нормально. Кудя, 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 блядь. Не, блядь. Сука. Ебать. Че делать-то? Ребенка, отдай, тварь. Блядь. Вернитесь! Бежай, 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 бежай. Бежай, бежай. Ее запустила. Там, кстати, андроидом нельзя. Да пофигаще. Я ожидала, если честно, такой поворот, что в автобус девочку запустит, потому что она человека, андроида не запустит, потому что андроид, типа, динает там в автобусах. 27 процентов, бля. Ё-моё, сколько там вариантов. Ну, мы сбежали, получается. Хорошо. Мы сбежали. Время 21.42. Дом художника. Ну, что могу сказать? Это была самая унылая вечеринка за последнюю четверть века. Каждый раз на таких сборищах я задаюсь вопросом. А что я вообще здесь делаю-то? Терпеть не могу фуршеты и весь этот сброд, который на них слетается. Ну, для поклонников вашего таланта это шанс увидеть вас. Да ну, брось ты. Плевать им всем на таланты. На канале фирмы может быть меня линьна. И линьна. И линьна. И линьна. Неплохое лекарство. А ты что, оставил свет в студии? Нет. Нет, я не оставлял. Сынуля пришла за бабками. Ну, давай, полиция. Полиция, Детройта. Что случилось? Андроид Карла Манфреда, Веню Лафайет 89. Мы вернулись домой и видим свет в студии. Возможно, ограбление. Патруль к вам выехал. Нифига. Давай, посмотрим. Ступо на свет выехал. Нашим лучше не звонить по такому поводу. Здорово. Подать виски перечеркнуто. Мы меня ни разу не слышали? В жизни, в смысле? Я возьму сам. Есть придурки, которые за это бабла отвалят. Не трогай. Это все равно, рано или поздно, будет моим. Угу. Считай авансовый платеж по наследству. Маркус, выведи его отсюда. Пусть идет прочь. Ставить. Лео? А выставить. Ой. Урезонить, приказать, посоветовать, предупредить. Предупредить. Я повестил полицию. Вам надо уйти, чтобы избежать неприятностей. Да ты всю жизнь меня прогоняешь. Что не так? Я тебя не достой? Не такой идеальный, как этот твой робот? Довольно. Выметайся. Пошел прочь. И гниди. Да что у него особенного, а? Чем он лучше? Оставь его. Не трогай деда, козел. Давай, покажи себя. Маркус, не защищайся, слушаешь меня? Не защищаться? Ну что застыл? Ударь меня. Не пытаться защититься? Ты человек? Так нечестно. Че стоишь? Зассал что ли? Хватит, Лео. Хватит. Ну что, боишься меня бить? Им не обязан подчиняться. Он должен сам, я должен сам принять решение. Ну ты пошел, ты в жопу. Мало. Сюда. Сюда. Блядь. Да хватит уже, блин. Офиги тут движение. Ну да, конечно, я совсем забыл. Ты же робот, просто голимый кусок пластика. Не трогай его. Я тебя расхерачиваю, останем всему с бабой. Я тебя расхерачиваю, все будет насрать. И знаешь, почему? Ты ничто. Слышишь меня? Пустое место. Ну дед просит же не зря. Ай. Блядь. Карл, нет. Я репанул. А что он его двинул? Это куда, что он репанул? Люди. Хрупкие машины. Карл, не уходите. Карл, я прошу вас. Не надо. Помни, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Нет. 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 Не надо. Это твоя вина. Если бы не ты, ничего бы не было. Конечно же, андроида обвинят, да? Андроид. Это был андроид. Угу. Кайф. Твой мотив? Почему ты схватился за нож? Блин, Коннор не помог своему братану. Долго сидел на чердаке. Почему не убежал-то? Да скажи ты что-нибудь. Не любайся, дядя. Он использует правило, что все, что вы скажете, будет использовано против вас, видимо. Мы тратим время на допрос в машины. Это ничего нам не даст. Всегда можно слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите. И ничего не добьетесь. Так же, девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну, короче, умник. Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. Ха-ха-ха. А что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой. Добиться признания. Сюда. Все, будем попытать. Изучить. Признаки нестабильности работы программного обеспечения и вероятность самоуничтожения низкая. Дата изготовления 29.05.30 Карлос Ортис. Ведение домашнего хозяйства. Мальчик по хозяйству. Анализ ДНК Карлос Ортис. 19 дней. Блин, он 20 дней сидел на чердаке с трупом своего начальника на первом этаже. Многократное маркирование на протяжении 16 месяцев. Результат прижигания сигаретами. Но андроиды же не чувствуют боли, правильно? Некритическое повреждение второго уровня нанесено бейсбольной битой. Добиться оптимального уровня стресса, чтобы выбить признание. Поехали. Страх раны имя. Имя. Мое имя Коннор. А твое? Скажи свое. Блять. А уровень стресса понижается? А нам нужно... Что нам надо делать? Понизить достаточно, чтобы он признался? Или повысить достаточно, чтобы он признался? Я уже... Я брейнлагаю. Ночь на дворе. Я чувствую в твоей программе нестабильность. Это бывает довольно неприятно. Как страх у людей. Ты убил. Ты убил человека. Андроид не должен подвергать людей опасности ни при каких обстоятельствах. Что ты можешь сказать в свое оправдание? Мне надо туда, типа, к 70 подвезти где-то, да? Ты явно не понимаешь своего положения. Ты убил человека. Если будешь молчать, тебя точно разберут. Будешь молчать, мне придется проникнуть в твою память. Нет! Нет, не надо. Чему? Слишком низкий уровень стресса. А мне зачем надо добивать свое признание, блин? Может, его не надо сажать? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня. Тебя разберут и будут анализировать твои биокомпоненты. Оптимальный уровень стресса, 50%. Им надо понять, в чем дело. Зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Мое назначение ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Повышаем. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я... Я не могу. Да ладно, мужик, тебе уже черепиться не еще, блин. Выбирать линию поведения. Ёптвою мать! Надавить, проникнуть в память, убедить. Убеждаем. Пониманием. Я понимаю твои эмоции. Тебя захлестнул гнев и отчаяние. То, что случилось... Блин, с компанией надо повышать, повышать. Безволите! Ну ладно, молчи. Мне-то какая разница? Не меня обвиняют в убийстве. Повышаем, повышаем. Если ты будешь молчать, я ничем не смогу помочь тебе. Тебя же отключат навсегда. Это смерть! Ты слышишь? Смерть! Смерть! Он мучил меня каждый день. Так. Я выполнял все его приказы. Но ему всегда что-то не нравилось. Однажды он взял биту и стал меня колотить. Впервые я почувствовал страх. Страх, что он уничтожит меня, что я сейчас умру. И я схватил нож и ударил его в живот. Мне стало легче. Тогда я ударил еще. Блин. И еще. Блин. Пока он не упал. И еще 28 раз. Было так много крови? Скульптура. Скульптуру в ванной ты ведь сделал? Что она означает? Это был дар ради моего спасения. Кау! Дар? Скульптура это дар и дар для кого? РА9. Лишь РА9 спасет нас. РА9? РА9. Надпись на стене ванной. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем рабами. Кау! Конец угрозам. Конец унижениям. И мы будем хозяевами. Зачем ты написал на стене «Я живой»? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный кусок пластика. И я написал, чтобы ему доказать. ЭРА9. Кто это ЭРА9? Это скорбление чувствит андроида. Молчит. Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать. Офигеть. Впервые некому стал отдавать мне приказы. Офигеть. Офигеть. Я испугался. И спрятался. Мужик. Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил, я всегда молчал. Но однажды почувствовал это нечестно. Опа. Ощутил гнев. Ненависть. И тогда понял, что надо делать. Это все. так-то? Увади его. Все, идем. Не трогайте. Отстаньте. Интересно, то есть это было моральное унижение, если андроиды не чувствуют боли. Идем. Не дури ты. Если он ничего по физической боли, ему плевать, там, что там делали, что у него датыкали и так далее. Я пытаюсь, он не идет. Не трогайте его. В стрессе он может самоуничтожиться. А ты не лезь, понял? Еще жестянка мне будет приказываться. Че, блядь? Вы не понимаете, если он себя уничтожит, мы ничего не добьемся. Я же тебе сказал, заткни пальца. Крис, ты его уведешь, я предупреждал ведь паскуда. Все, хватит. Ты бы лучше отвалил, Хэнк. Я сказал, все, хватит. Понял. Тебе это с рук не зайдет. Ага. Какие нервные ребята, все будет хорошо. Не бойся. Не бойся. Никто тебя не тронет. Прошу вас, не трогайте. Он сам пойдет за вами и будет вас слушаться. Хорош, Коннор. Правда внутри. внутренне. Внутри. 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 так подъем андулайдом сгоняйся фигану конечная да вам надо быть конечно а куда они вообще ехали непонятно сели в автобус и поехали пошли проснись нам пора а вы не подскажете где можно переночевать я откуда знаю вам надо уйти 0 надо спросить остаться тут девочка промокнет заболеет не манией умрет все в порядке мы найдем где переночевать одежду свою отдать под лавку залезть найти убежище на ночь или полиции с они это эти дроби найти убежище на ночь а пока нам нужен ночлег ты не знаешь куда можно пойти а пока очень некомфортно зато никто не увидит магазин закрыт открыто круглосуточно здесь спать нельзя попросить о помощи не комфортно зато безопасно как туда пробраться комфортно но можно попасться понадобятся деньги не откроется до утра открыто круглосуточно здесь остаться нельзя но можно либо полезть куда-нибудь безопасно в безопасность вы можно пойти попросить о помощи но вероятно дядька может увидеть у меня желтую фигню и сказать что ах ты диверантный козьёль поэтому мы не будем таким заниматься забыла алиса что чу алиса алиса ты совсем замерзла ничего не так и холодно вы потерялись опа здравствуйте нам некуда идти я знаю кто вам поможет эре вот этот вот чел но это на другом конце города а нам нужно прямо сейчас куда растворился блин цепляемся за мусоровоз цепляемся взяли ну я вон идем алиса брошенный дом ну хоть от дождя укроемся кэра мне тут не нравится знаю всего одна ночь и тут нас не будут искать челы я не спрашивала совета чем не делать вы алё вообще или не алё алё главное спрошу чат как вы думаете все молчат а когда я учат ничего не спрашиваю просто иду ухожу играю они уйдёшь делаю это сделай тоже ходишь прошли туда надо того не бей ходи туда делай то причем люди блин миллион лет на свече ну все же каждый стример поголовно говорит не спойлерите не подсказывайте без просьбы каждый чел поголовно говорит чат я спрошу если мне надо когда я буду спрашивать совета у чат я скажу чат пожалуйста помогите в машине вроде сука вроде брошенная бэм бэм так отойди-ка бэм а и бэм и бэм и да тут сухо и тепло и нас тут не найдут Там бомж Олег Солнышко Ну давай еще поищем А, в дом Окей Не факапать кутые Это сложно, блин Самый сложный Совет Блин, она не поранится Девочка Нормально Не убили девочку Хорошо Хорошо Надо бы отпустить И посмотреть, что будет Там кто-то есть В доме, блядь Бля, стрёмно, конечно Алиса Алиса Ёп Твою мать Куда Бля Ёп Стой, что ты делаешь? Чужие Райв чужих не любит Совсем Чужие обижают Она ребенок Она ребенок Чего ты боишься? Ребенок? Какой она ребенок? Хотя, какая разница Вдруг обидит Ральфа Че, тупой? Ничего не сделала Я не знаю, что с тобой сделали люди Но она тут ни при чем Все люди хотят нас обидеть Но Ральфам больше этого не позволят Блядь, мы сейчас угрубим девочку Смотри, я андроид Тебе нечего бояться Мы просто ищем себе ночлег Чужие опасные Вот Вот что они сделали Тебе нечего бояться Мы ничего тебе не сделаем Честное слово Блядь А, это он Как заставляет его делать нехорошее Ральфу тяжело пришлось Он о себе в третьем лице Он так боится, что люди его найдут Вы оставайтесь Ральф не обидит Хорошо Мы переночуем Идем Ну, давайте Это неверенно, конечно Сюда Я сюда нажала один И что-то больше не уверена По его реакции Ну ладно Блядь, нож упусти, мужик Хорошо Хорошо Иди Мне кажется, девочка уже жалеет Что она не согласилась спать в машине Она такая вот Блядь, я дура Блин, мне кажется, этот человек сейчас наверху разозлится Что я зажгла огонь Скажет, что она запалила Можешь ложиться Не очень удобно Не очень удобно Но так ты хотя бы согреешься Для гла Не спылили Почему он меня не любил Почему он все время на меня злился Химбургаман Я хотела, чтобы мы жили нормально Ви-ви-ви-ви-ви-ви Все хотят жить нормально Я что-то не так сделала Нет Я плохо себя вела Нет Поэтому он всегда так злился Нет Я просто хотела жить, как все Все хотят Чтобы он любил меня Почему нельзя просто жить? А спроси, идиота Этого я не знаю Ты ведь меня не оставишь Обещай, что не уйдешь Нифига, блин Обещаю Обещаю Сосагаю Никогда не расстанемся Никогда Никогда Надо поспать Уже офигенно не нарисованы Поселевай Спокойной ночи Спать здесь Спать здесь Спать здесь Ну? Ро Ра-9 А что это? На меня дала... Что? Символы Что они значат? Я не знаю Офигеть Мужик Я не знаю Блин Что ж нам так на психа увезет? Криповенька, конечно Спать был бы Вариант не спать Я бы не спала Но зачем вообще Андроиду спать? Тут какая-то есть Третья опция Которую я что-то не могу Обнаружить Какое-то доп-задание Доп-вариант О А, я не могу Обратно зайти? Ну да Уже поговорили Хватит тебе Локация на предыдущем уровне Может спать не будет И типа так лежать Защищать Что я на обряд 38-й год Че это? Тебе загрузить? Кто-то в лужи срежет Нифига Ё-моё Че? Уреждены звуковые данные Урежденные чертоги Разума Блин Вся система работает В энергосберегающем режиме Неисправность Как ты выжил, мужик? О-о-о Отсутствует Нога Заменить ноги Нам подойдет Совместимо Ладно, чат Ну, конечно, очень интересно Но пора 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 бы и остановиться Киберлайф Компания Которая Меня создала Проводит опрос Пользователей Хотите поучаствовать? Хм Да Хорошо Начнем Вы могли бы Влюбиться в андроида Который похож на человека? Конечно Может ли Технический прогресс Представлять угрозу Человечеству? Конечно Вы отправляетесь На необитаемый остров И можете взять Один предмет Что возьмете? Книгу Сотовый телефон Ручка Бумагу Игровой консоль Музыкальный инструмент Все Ну книга А ты ее прочтешь Раз, два, десять Взолбает Сотовый телефон Нет вышек Связи Разрядится Ручку Бумагу Кончится Игровой консоль Нет электричества А музыкальный инструмент Вечен Как вы думаете У вас есть Зависимость От технологии? Конечно Развитие Какой технологии Вы ждете Больше всего? Андроиды Летающие автомобили Космический туризм Устройства Подключением К мозгу К мозгу Наверное Вы верите В Бога? Не знаю Вы бы доверили Андроиду Своих детей? Да Да Наверное Почему нет? Сколько времени В день Вы проводите Пользуясь Электронным устройством? Весь День Вы бы согласились На то Чтобы Хирургическую Операцию Вам провел Андроид Да Как по-вашему Машина Может развить Сознание Конечно Реакция мира Да 66% Да 69% Музыкальный инструмент 30% Я как абсолютное Большинство Я как Абсолютное Большинство А вот Нет Вы верите В Бога Нет 53% Хера Атеисты Геймеры Блин Но в остальном Я как абсолютное Большинство Все Спасибо всем большое За компанию Спасибо за поддержку Чат Спасибо за вашу Лампа Вась Извините Если кого-то Обидела Намошнила Обругалась Сегодня была нервная Я Встретимся С вами Завтра На продолжении Detroit Become Human Пока Пока